Долгострой по-алтайски. Кто поможет дочекам Демидов парка получить свое жилье? Готовность номер один. Ловим солнце, когда в край откроется пляжный сезон. Айда Пушкин. Где сегодня можно насладиться великой классикой? Вы смотрите наши новости в студии. Татьяна Голубева, здравствуйте. В правительстве Алтайского края сегодня примут решение о том, когда будет введен в регионе режим ЧС из-за сложной ситуации с посевной. Сегодня в Рио губернатора Виктор Томенко выехал в Павловский район, чтобы лично оценить ситуацию. Как выяснилось, работы по севу сельхозкультур сильно отстают от графика. Виной всему затянувшаяся холодная весна. Введение режима ЧС, подчеркнул Виктор Томенко, мера, которая могла бы помочь алтайским сельхозтоваропроизводителям пережить экстремальные условия с наименьшими для себя убытками. Так, аграрии могут избежать штрафов и возврата денег, что были получены по господдержке. Также есть возможность пролонгировать действующие банковские кредиты, несмотря на задержки с платежами по ним, и получить кредиты на следующую посевную. О том, с какого числа в регионе объявят режим ЧС, станет известно сегодня, после оперативного освещения в правительстве края. Подробный материал на эту тему в нашем вечернем выпуске. Правительство края планирует искать подрядчика на достройку художественного музея, сообщает Политсибру. Государственный заказ на продолжение строительства будет объявлен в ближайшее время. Из обзора изданий «Сибирская медиагруппа» вы также узнаете, когда в крае откроется пляжный сезон и во сколько обойдется билет из Барнаула на чемпионат мира по футболу. Достраивать художественный музей будут. Теперь надо найти подрядчика. Начальник управления по культуре региона Елена Безрукова на интернет-форуме на сайте правительства сказала, что в проектно-сметную документацию были внесены необходимые изменения. Потому и понадобилась повторная государственная экспертиза. Теперь на основании этих документов и будет размещен заказ на дальнейшее строительство. Ждать открытия художественного раньше 2019 года не приходится, сообщает Политсибру. А вы, наверное, ждете, когда откроется пляжный сезон. Кстати, может, вместе и дождемся. По крайней мере, уже точно известно, сколько мест для купания появится в этом году в крае. Целых 59. Сообщают аргументы и факт Алтай. На острове Помаскин в краевой столице уже к 10 июня планируют завершить работы по благоустройству территории. А сегодня проверяют пляж Солнечный. В общем, главное, чтобы лето про край вспомнило. Неделя осталась до открытия домашнего чемпионата мира по футболу. Попасть на матчи – возможность у жителей края еще есть. Правда, поездка обойдется в очень приличную сумму, пишут журналисты комсомольской «Правды Барнаул». Самый дешевый билет из краевой столицы до Москвы на самолет в один конец обойдется почти в 11 тысяч рублей. Улететь на Черноморское побережье без пересадок, а в Сочи тоже будут играть. Можно почти за 24 тысячи. Подробнее о ценах на страницах комсомолки, там же о тех, кому повезло больше. Хотя просто они о своей поездке на чемпионат мира по футболу позаботились заранее. Татьяна Голубева, Наш Новости. Алтайские дольщики просят Виктора Томенко взять под личный контроль строительство жилого комплекса «Демидов парк». Люди, которые ждут своих квартир уже больше двух лет, подготовили соответствующее обращение к врио губернатора. Напомним, «Демидов парк» – крупнейший долгострой региона. Его начали возводить еще в апреле 2014 года. Застройщики обещали, что через несколько лет в Новоалтайске вырастет микрорайон, включающий 15 современных многоэтажек. Возводить начали одну и до сих пор не достроили. Пострадавшие дольщики своих квартир ждет около 500 человек. Не раз проводили пикеты и обращались в разные надзорные ведомства с требованием достроить, наконец, многоэтажку. В итоге в 2017 году долгострой под личный контроль взял бывший губернатор края Александр Карлин. По его поручению составили план по завершению объекта. В начале этого года, рассказывают дольщики, стройка в «Демидов парке» действительно шла активно, но в мае ее темпы почему-то резко снизились. Мы обеспокоены тем, что снова у нас опять старая песня, у нас опять замедляется стройка. Сейчас еще какие-то непонятки там с краном. Мы вот приезжали, кран, то есть он стоял с опущенной стрелой, и как вот доходят слухи такие нехорошие, что то ли его за долги кто-то забирает, то ли просто его убирает, но при этом, вот если обойти дом с другой стороны, не с той стороны, которую все показывают, а с другой, ну там вообще там, там еще строить и строить. Если губернатор будет контролировать, естественно, это все будет более жестко, скажем так, соблюдаться сроки. Напомним, обязательство по достройке дома «Демидов парка» взял на себя постоянный подрядчик по госстройкам, компания «Селф». Она обещала сдать дом до конца этого года. По данным госинспекции края, на 21 мая в доме не завершено устройство наружных стен, остекление и монтаж навесных вентилируемых фасадов на нескольких блок-секциях, а также к объекту неподведенной коммуникации. Отметим также, что большинство дольщиков вкладывали в стройку деньги, взятые в ипотеку, и сегодня вынуждены арендовать жилье. Андрей Щукин попросил исключить его из рядов партии ЛДПР. В РИО заместителя председателя правительства края исключен из ЛДПР. 4 июня сообщает Полиция Брус со ссылкой на Евгению Боровикову, координатора партии в Алтайском крае. Андрей Щукин возглавлял региональное отделение партии с 2009 по 2015 годы и обещал остаться в рядах ЛДПР после назначения на должность вице-премьера. По словам Боровикова, Щукин не объяснил причин выхода из партии и заявление передал со своим шофером. Барнаульцев сегодня приглашают на Пушкинский вечер. В день рождения поэта в вузах края проходят традиционные акции. Буквально в эти минуты иностранные студенты Медицинского университета собрались на костюмированный бал. А до этого около сотни арабов и индийцев смотрели фильмы о русском поэте, слушали и читали его стихи. В библиотеке имени Шишкова сегодня проходит Библио Среда. Гости читают Евгения Онегина и узнают новое о романе, загадке и интересной истории. Привести летний вечер приглашают жителей и гостей Барнаула в парк Центральный. Мероприятия здесь начнутся в 16 часов. Организаторы советуют захватить с собой Томик Пушкина. Для участников свободного микрофона подготовлены подарки. Наш корреспондент Илья Кочетков сегодня посетил самые яркие пушкинские мероприятия и расскажет об этом в нашем вечернем выпуске. И в завершении выпуска о погоде спонсор прогноза погоды компания «Эвалар». Самое быстрое похудение «Турбослимэкспресс». Всего за три дня до минус 3 килограммов и до 3 сантиметров в талии. «Турбослимэкспресс» от компании «Эвалар». Крайпеременная облачность, возможны дожди, грозы, ветер юго-западноумерен и местами порывистые. Заринский, Олейский, Белокурих и Рубцовский до плюс 25. Бийский гроза и 26 тепла. Камни на Абийславгороде до 28. В Барнауле, возможно, гроза днем до 26 градусов со знаком «плюс». Я напоминаю, что телефон редакции в Барнауле 722-440. Это все новости к этому часу. Полная картина дня в нашем вечернем выпуске. До встречи. Субтитры создавал DimaTorzok